МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...выконавшего комитета. Больжорские потребования обумовлены в пешую шаргу складанной финансовой ситуации на широку субъектов господарения региона. Пытание оздоровления экономики в материале Олега Сентюрова. Сегодняшние выники финансовой господарской деятельности у субъектов господарения в области не льготся однозначно. С одного боку, 5 триллионов рублей чистых прибытков 80% предприемцев, а с другого, триллион страт в 14% организаций. Снижение объема выручки, прибытков и взрыва рентабельности у экономики означается за 2013 года. Причем, эта тенденция характерна для всех областей Беларуси. Ситуация на Гомичине не самая горшая, а ли это не подстава для субпокоения. Необходно еще раз проанализовать все причины яснуючих проблем и по каждой из них принять конкретные решения. Анализируем сегодня финансовое состояние по пяти направлениям. Это прибыль, выручка, затраты, задолженность и платежеспособность. Что касается прибыли, то 75% предприятий сегодня работают прибыльно. Порядка 8% с нулевым результатом и 156 организаций у нас убыточны. Если говорить о том, насколько серьезна ситуация по сравнению с другими регионами, то количество убыточных организаций у нас одно из наименьших, а отдельный вес самый маленький. Разом с тем и официальная статистика потребует уважливого анализу. Основная частка региструемых прибытков припадает на 10 организаций. У той же часа май у полови районного области повеличилась колькасть стратных предприемств. Средняя сумма страт 6 миллиардов рублей, а для на тыпжагом Сильмаши, это показывает, прикладно, в 47 разов больше. Еще одна негативная тенденция. Шерк субъектов господарни за отмолной динамикой працуя уже не каких годов запор. Плюс дебиторская запозиченность, проблема разликов за поставленную продукцию, для некоторых организации по-раннейшему актуальны. Причем неотриманные сродки часто компенсуются дорогими кредитами. Нельзя отмолять объективные причины, але и субъективный фактор тут присутничая так само. Почас посереджения оборвоконкама учить потребование, узмостить работу с кирующими кадрами. При необходности заменить их на новые. Есть питание до количества работников. На широку предприемств инженерно-техничных работников не один на 20% больше, чем предугледжено нормативами. В такой ситуации сказать об оптимизации выдатков складана, але минавито это сегодня головная задача. По отворотному выпадку разговлять об конкурентно-здольности вырабляемой продукции не приходится. Поэтому мы теперь предпринимаем, безусловно, серьезные усилия для того, чтобы снизить наши затраты, войти в ту себестоимость, которая позволит нам выходить на рынки и дальше конкурировать. Олег Синчаров, Сергей Лукашук, телерадо «Компания Гомель». До других тем. Гомельские правоохоуники поставили кропку в справе обкрадежи грошей с банковских карт Жихарова областного центра. Затриманы два гражданина Украины, которые при допомоге специальных прилад, так званых скимеров, доведывались о пин-кодах владельников и сдымались с платежных карт всю наявность. Под час своего передопошнего турне махляры трапили в поле зрока камер видеоназирания. Калияны отважились на шарговую поездку, правоохоуники уже шакали их на мяжи. Усяго на протягу передопошнего визита у Гомель злодие-гастролеры смогли снять гроши с карток 10-ти Жихарова областного центра. В лютем этого года злоумысники на нескольких годин промоцовали до карты приемника и клавиатуры банкомата, размешанного на улице Советской, сшитвальную приладу и записывали звездки о банковских картах у ладальников. Калияны вернулись в Киев, то выробили дубликаты этих платежных карт, а потом снова приехали в Гомель и сняли сумму у 30 миллионов белорусских рублев. Дяку чепильности грамадян записам камер виды на зеране банкоматов, а так само оперативной работе правоохоуников особы махляров были установлены. Затремание уже заставалось с правой техники. 20 июня данные граждане вновь пытались приехать на территорию Республики Беларусь, однако на пограничной зоне в Ельске были задержаны сотрудниками пограничной службы, после чего переданы правоохранительным органам. При себе у них были обнаружены поддельные пластиковые карточки, считывающие устройства и различная техника. Махлярам предъявили обвинувшивание украдежи сродков шляхом в использовании компьютерной техники в складе группы особ и распошли криминальную справу. Максимальное покарание до 5-ти годов по сбавлению воли. В настоящее время проверяются данные лица на причастность к иным преступлениям аналогичного характера. Лица задержаны, на автомобиль наложен арест. С начала этого года в Гомельской области зарегистрировано свыше 530 пожаров в лесных массивах и больше как 130 на Атор в полях. Пожары в лесах с упроцовником МНС удалось и ликвидовать. Однако у Хойницким и на Раулянском районах протягивают гореть старфяники. В сравнении с минулым годом колькость у сгорания в лесных массивах на территории в области значительно взросла. Поплывали на это перш за все умовы на дворья. Малоснежная зима, засушливая весна и такое ж лето. У пошатку Червеня уступила усилу забарона на наведывание лесов. Однако не все однеслись до ее добросумленно. По выниках рейду, який проводился с упроцовниками МНС суместно с лесной оховой и правоохонными органами, до администрационной отказности притягнуто 10 же хороу региона. Запрошение режиму грамотянам погрожает штраф до 25 базовых велешин. В зависимости от обстановки складывающейся погоды будет комиссией по чрезвычайным ситуациям района будет принято решение о снятии или же продлении запрета на посещение лесов. Запрет действует на всей территории области, поэтому я обращаю внимание граждан, чтобы не попадать в неприятные ситуации, подсторониться от посещения лесу. Лето, то есть самый час, когда хочется покинуть повседенные клопоты и отправиться в подорожье. Убачить новые малявнейшие мястины и отчуть яркие эмоции. Такую максимальность гомельчанам и гостям областного центра дарить Гомельский палацово-парковый ансамбль. Тут открылась выстава казочных фигур «Лукоморье», сдольная погрузить в свет детинства, шаронных фантазий и мар. Вероника Ворошилина с подробностями. Переступивши порог выставы «Лукоморье», можно на властные вочи убачить, как и живая казка и на пылный час отчуть себе и ей героям. «Лукоморье» – это эксклюзивный, мастерско оформленный проект, в котором собраны вядомые казочные персонажи створал великого русского письменника Александра Пушкина. В экспозиции проставлено больше за 20 любимых из детинства героев. Прогожая царевна лебедь, хитрая баба яга, кемлевый балда. Ауторы одобрали самые яркие сцены с наибогатейшей литературной спадщины классика и визуально оживили их. Мне очень понравились экспонаты про золотую рыбку и деда, и про кощея. Русалка очень красивая. Когда я зашла, мне показалось, что это живые люди. Здесь все очень точно сделано. Все красиво очень. Усе казочные фигуры обьеданы автоматичной композиции. Из дюймного лукоморья с русалкой на галинах и котом в ученом золотым ланцугом можно трапить у хорома цара Салтана, а с хатки бедного рыбака у шатер шамаханской царыцы. Дякуючи специальным механизмам, які дозволяють экспонатам рухаться, а так само индивидуальным для кожной казочной фигуры рознокольоровой подсветцы, яны выглядают еще больше реалистичными. Эта выставка стояла стационарно в Сокольниках, но она недолго просуществовала. Когда помещение закрыли, то организаторы не знали, что с ней делать. И она долгое время была складирована. Один наш хороший друг реанимировал ее на основе других немножко механизмов, применив энергосберегающую экономию движения. Вартадзнашить выставу Лукоморья, як и любая казка, закликанная не только забавлять и натхнять своих юных наведольников, а лей развивать у них фантазию и уявление, и безумовно укладывать у ребят корыстные, повышальные, житевые истины. Когда говорят, что сказка ложь, да в ней намек, почему-то только добрым молодцам урок. Я думаю, что сказка не только намек для добрых молодцев. Это и те формы поведения для детей, особенно, которые они могут потом взять, применить и посмотреть, что такое хорошо и что такое плохо. Каб подорожил свет детинства, шаронных фантазий и мар, было еще больше цикавым и запоминальным, на выставе працуют интерактивные зоны для прогляду мультфильмов, малевания и фотографования. Тут можно заробить из дымок на память на водноцарском троне в костюме казачного персонажа. Дарыча такая забава по душе не только детям. Выставка очень понравилась, хоть я уже давно не ребенок, но получила массу положительных впечатлений, примерила даже царские наряды. Как чувствуете себя в таком нарядке? Настоящей царицей. Плануется, что в ближайший час коллекция, представленная у Гомели, пополнится еще неколькими текавыми экспонатами, которые сейчас заховываются в Санкт-Петербурге. Нема сомнева, что они так само подорвать наведывальникам бурю щирых эмоций и уражений. Вероника Ворошильна, Валерия Гопанько, телерадио-компания «Гомель». Новые регионы, информацию о проектах телерадио-компании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tsvrgomel.by. На этом выпуске завершено. В студии працавала Маргарита Шибукова. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин